Копейка из твоей зарплаты бережет чей-то рубль, особенно если зарплата серая. Серые зарплаты до сих пор, кстати, практикуются в России и с ними борются. К примеру, комиссия по легализации налоговой базы при налоговой инспекции по Самарской области в этом году пополнила региональный бюджет на 16 миллионов рублей. Налоговики мониторят все предприятия, входящие в группу риска, и проверяют все жалобы граждан. Виновных в нарушениях вызывают на ковер и предлагают добровольно привести дела в соответствии с законом. Результат таков. В прошлом году заработную плату своим сотрудникам повысили 916 организаций, а в нынешнем только за первую половину года привели зарплаты в белый вид 500 самарских предприятий. Чаще всего граждане прекрасно знают, что их зарплата серая, и большинство это, как ни странно, устраивает. Но некоторые работники даже не подозревают, насколько их обманывают. Ради интереса поинтересуйтесь в бухгалтерии справочкой 2НДФЛ и понаблюдайте за реакцией. Самарские предприниматели засветились в Мурманске и тут же попались на неблаговидной деятельности. Местное управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства при проведении торгов на медицинское оборудование в отношении трех самарских фирм. В картельном сговоре обвиняют ООО торговая компания Чараид, ООО ТМК Плюс и ООО Тандем. По данным антимонопольщиков, один из участников картеля делал предложение незначительно меньше максимальной цены контракта, после чего остальные члены картеля начинали снижать цену контракта. Таким образом, они заставляли остальных участников отказаться от конкурентной борьбы. Интересно, они что, думали серьезно, не попадутся никогда? Дочка аэрофлота Лоукостер Победа снова начнет летать из Москвы в Самару. Продажа билетов уже открыта. Полеты начнутся с 25 октября и будут совершаться ежедневно. Вылет из московского аэропорта Внуково в 21.30, обратное отправление в 6.30. Сейчас действует промо-тариф – 1000 рублей в одну сторону. Однако он доступен только при вылетах из Самары, а минимальная цена из Москвы – 2054 рубля. Возврат билетов не разрешен. В цену не входит провоз багажа более 10 килограммов и части ручной клади, а также выбор места и питание на борту. Российский фондовый рынок открылся понижением котировок. Индекс ММВБ, опустился до отметки 1648 пунктов. Лидеры падения – Полиметал, ФСК ЕС, Московская биржа, НЛМК, Русал, Магнит и Сургутнефтегаз. Лидеры роста – Полюс Золото, Мостотрест, Мечел, КамАЗ и НЛРоссия. Торги на российском рынке открылись на фоне позитивного закрытия торгов в Европе и роста индикаторов в Азии на фоне понижения основных ставок Народного банка Китая. Кроме того, восстанавливаются фьючерсы на черное золото, а вот торги в США завершились снижением. Курс доллара на 27 августа 69,31 рубля. Курс евро 79,72 рубля. Золото стоит 2528 рублей за грамм. Серебро стоит 32,11 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent – 43 доллара 50 центов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах.